вчера был фантастический был нет пример вчера был фантастический внимание в нашем хакаска микро раю торговцы импортных абрикосов выдает их за место а чаще всего зачем правильно я уже хвастался за железовский за железовский и продают ящик за ящиком то есть продают в конечном счете там торговая точка в десятки в сотни и наверно в тысячи раз чем мой урожай а якобы у меня покупают и продают вот это стало фантастикой это невозможно не можете этого быть всегда мы всегда у них были лучше вот это надо было дожить до такого что теперь уже они стесняются выдавать их за среднеазиатским и выдают за железовский вот это моё да и там мое достижение как бы изуверен и скорее всего и фотографии присваивают потому что хотя они все планеты эти фотографии но всегда на первом месте мои иногда думаешь а вы поляки немцев и чуть вырастили такой под подобные такие я покажу какие вот это вот моя продукция это с четырех ветерки ну и бога с четырех ветер ну тут не все фотографии большой сарай это жигулевская первый и последний раз жизни нет второй последний раз жизни я один раз кубил коловида яблоня помните телевидение приехала собака на и снимали фильм и значит я убрался чтобы под деревом теста раньше упали хотя это снизилось конечно цифра потом на и глазах я тряс все дадим а в зерусе вот такой же получился красиво все было коловидно и баргузин и она была мертва а это почему они полу зеленые вот я конечно каждую не собирал у меня там все было это был сожженный сад роста и сохранилось несколько десятков деревьев у меня была девятка вот это я пытался собрать у меня не получалось одно дерево то может еще половина второго с хвостиком девятка я полностью надевал под завязку полость обычно девятка и привозил вот сюда высыпал ну и получается что вот это но не фактически не побились но если приглядеться есть там где-то может пятнышки вот обратите внимание специально учеба из учебы и так пожар прошел полторы тысячи яблони мертвой несколько десятков там были только яблони немножко груш было немножко слив немножко ну все повалить ну а я бы не было полторы ну чуть больше и несколько десятков осталось фотографии есть мне стыдно я показывал их вот прекрасно выражается на каждое видео немножко так по 20-25 но может 30 деревья это я жизнь не растил вот так вот то есть я их вообще не растил они сами получился между двумя пожарили там есть у меня эти даты я могу показать кому интересно и получил следующее практически все товарный вид имеют дерево не обрезал не осветлял ничего не поливал засыпи стояли дети и тем не менее оказывается мы можем получать промышленное урожай если бы да я там все бы деревья были целы ну пришлось бы стремянки высокие людей нанимать каждое яблочко снять а здесь я подходил одевал шапку-ушанку и тряс вот так вот получая по голове вот натряс четырех деревьев это вы еще не все видите вот посмотрите слева видите вверху видите где сейчас сколько их там ну и справа это четыре дерева здесь всего отдавал по 8 рублей ведро тогда цены были другие соседи у них скупщики у них принимали по 50 а мои были самые лучшие и по вкусу и по внешнему виду и как видите среди них нет ни черва толщин ни парши ничего я еще раз клянусь богом что это а я вынужден потому что это на грани фантастики якобы сад как заброшен вот произошел пожар 2005 год 2006 если потом окажется я покажу то сказать не верю вот прямо сейчас напишите там где у нас переписка не верю покажите какой год потому что пожара было два 2005-2008 вот не верю ладно что получается и так чему я клоню дерево абсолютно здорово считается полностью запрошены такое все не что за ними был уход что и поливали не поливали подкармливание паса они уже взрослые были они дают уже не скоро дали ну как вам вот это можно такими облаками торговать и наконец в них нет клянусь богом еще раз вы меня меня друзья священники ведь убьют же все убьют грех на душу возьму ну нельзя константинович богом клятся грех а чем мне клятся то своей честью а кто поверит сейчас в районе кругом подойдите к торгашу скажите дайте честное слово что это выбор если решать себе даже слушай дальше и так увидите товары высокого качества не миллиграмма яда не болезни ничего фотография показывал эти же помните это встаю в степке такой вот это вот должно быть каждый в саду а а потом что вы понесете на рынок и саженцы потому что у вас будет такие успехи можно подторговать уже и плодами по всей россии другое дело что мы можем обойти этих самых спекулянтов я их называю потому что они привозят из-за моря и те из-за морские у нас отравлены саженцы мрут плоды травят нас и что получается если кто-то без вас берет выращивает а берут плохо выращивает мало и такими темпами надо ряд 100 а я столько не проживу если я полдня лежал за сердце держался кто-то из вас даже знает об этом все они не привлечу и получается следующее себестоимость сейчас я подумаю вот они в лесу растут и у меня работал ну не могу я вот как начал так на этих первых по графике закончил там столько всего а мне не получается долг то есть коротко приезжал ко мне друг подружились жена и поссорился сезон у меня отработал я рассказывал как мы выращивали на острове потом привозили на лодке а потом мы это вам же продавали вот все это было но интересно другое научился всему за один сезон сейчас я отказываю кто просит приехать учиться вот я уже отказываю видеофильм смотрите и учитесь а тогда это было так закончил он все если рассчитался представьте себе эти самых 600 саженцев на которых только почки проклюнулись с комом зимы выкапывали бедра он перевозил на лодке потом машину привозил ко мне хутор за несколько километров с острова я продавал по 500 рублей короче сейчас я уже так цифру точно не помню я помню хвост как мы с ним заработали по четверти миллиона на полу футбол такие сажены тогда спрос был бешен а потом когда он всему научился он приехал уже в красноярске уже жены естественно помирился вот съездил в лес а у него японский микроавтобус он убрал сиденье он копал бедва так набил его под самую завязку черенками я до него не молчился на острове их там это на этих нескольких десятках деревьев их было полно вот и он открыл бизнес в красноярске но потом связь перерывалась не знаю что там дальше было в общем сам факт что можно очень просто и дешево вырастить саженцев и только тогда себестоимость и саженцев и вот этих яблок будет довольно низкая и только тогда можно опередить этих иностранцев железные столбы без железобетона вкапывать не надо капельный полив не надо который чуть-чуть рассчитал угробит или высушитель угробит саженцев